Услуги хорошего юриста стоят дорого. Это известный факт. Но если у человека нет финансовой возможности их оплатить, это не значит, что он останется без юридической помощи. Большинство специалистов обязаны консультировать граждан или представлять их интересы в суде бесплатно, точнее за счет бюджета. Необходимые средства на эти цели постоянно закладываются в республиканскую казну. Такая юридическая помощь оказывается малоимущим, инвалидам и ветеранам войны, детям-сиротам и другим категориям граждан, имеющим право на льготы. Список специалистов, оказывающих бесплатную юридическую помощь, можно найти на сайтах Минюста Чувашия и Адвокатской палаты с адресами и телефонами. Кстати, получить консультацию или другие услуги можно независимо от регистрации по месту жительства у юриста, который окажется ближе к вам. Бесплатно оказываются следующие услуги. Кроме консультации, законом предусмотрено, что адвокаты оказывают консультации в письменной форме, представляют интересы граждан в судах. Готовят письменные ходатайства, исковые заявления. То есть в законе все это прописано. Не просто устные консультации, но и в том числе изложение юридических норм в письменном варианте. Безусловно, юридическое сопровождение, особенно по сложным делам, оно должно быть в судах. И участие адвоката по таким делам, когда просто гражданин один на один с ответчиком, например, малоимущий гражданин или инвалид один на один с ответчиком сталкивается, понятно, что грамотно и квалифицированно защитить свои права он не может. И именно в связи с этим в законе прописана возможность участия адвоката в качестве представителя такого гражданина. Закон о бесплатной юридической помощи населению был принят в прошлом году. Однако до сих пор люди не пользуются льготами, которые он предоставляет в полной мере. Юристы напоминают, знать и отстаивать свои права должен уметь каждый современный человек. С помощью профессионала, разумеется. Главное, обращаясь за бесплатной юридической помощью, не забыть необходимые документы. Очень часто встречается, что граждане приходят к адвокату и говорят, что мы являемся малоимущими, окажите нам правовую помощь. Но, к сожалению, не в каждом случае мы это можем сделать, поскольку для того, чтобы гражданин подтвердил свое право на получение бесплатной юридической помощи, он должен иметь при себе справку, которая получена им в органах социального обеспечения, социальной защиты, о том, что семья признана малоимущей. То есть это семья, в которой доход семьи на душу населения менее величины прожиточного минимума. Ну а то, что касается инвалидов, то обязательно предоставление ксерокопии справки об инвалидности, которая соответствующего образца выдана органами здравоохранения. Что касается героев Советского Союза, участников Великой Отечественной войны, героев России и так далее, то им необходимо иметь удостоверение. Ну и обязательный документ – это, конечно, паспорт, удостоверяющий личность. Если же в интересах таких граждан приходят их представители, то нотариально удостоверенная, надлежащим образом удостоверенная доверенность должна быть. Что касается детей и сирот, то обязательно должно быть либо свидетельство о рождении, либо паспорт. И справка соответствующего образца о том, что ребенок является сиротой. Елена Гальперина, Александр Петров, Республика.